Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «По святым местам» и я поздравляю вас с наступившим 2020 годом. Предлагаю вспомнить, где же мы с вами побывали в прошлом, в 2019 году. И начали мы наше путешествие с города, название которого восходит к имени известного византийского философа и богослова Иоанна Златоуста. Горожане считают святого своим небесным покровителем, а другим заступником города можно назвать святого Серафима Саровского, в честь которого освящен Кафедральный собор. Зайдя в этот храм, вы увидите ковчежцы – золоченые и серебряные. Это произведения златоустовских мастеров. Работа с металлом хорошо знакома местным умельцам уже не одно столетие. Родина русского Булата – так еще называют город, а все потому, что с середины XVIII века здесь стали добывать железную руду. А про храм же говорят – Уральское Дивеево. Приехав в Златоуст, паломники могут помолиться у частицы мощей святого Серафима Саровского, а также у трех блаженных Дивеевских святых – Пелагеи, Праскевы и Марии, и преподобных жен Дивеевских – Марфы, Александры и Елены. С Урала, куда мы еще вернемся, отправимся путешествовать по Европе – в Сербию. Там, где Дунай сливается с рекой Савва, стоит древняя крепость – Калимигдан. Ее построили римляне еще в I веке. Потом цитадель достраивал в 535 году император Юстиниан Великий. Юстиниан был христианин, но первое массовое крещение сербов произошло позже – в VII веке при другом византийском императоре Ираклии. Величайшая фигура в истории сербской церкви и всего народа – святитель Савва. Он был основателем и первым епископом в самостоятельной сербской церкви, поэтому часто эта церковь называется Свято-Савской. Храм, посвященный угоднику Божию, находится в Белграде. Он построен на том месте, где были сожжены мощи святого Саввы. Босния и Герцеговина – еще одна страна, куда мы отправимся. Церковная слава – так в сербской православной церкви называются престольные праздники. В городе Вишеграде церковная слава отмечается 21 сентября. В 1878 году здесь была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Мы чуть-чуть не доехали до столицы Боснии и Герцеговины города Сараева, который еще называют Балканским Иерусалимом. Но зато поедем в сам Иерусалим, тот, который еще называют землей обетованной. Пока не расцвело, мы пойдем в главный храм русской духовной миссии – Свято-Трурецкий собор. Церковь была торжественно заложена в 1860 году. Через три года здание было готово, но осветили его лишь в 1872 году. Случилось это при начальнике миссии архимандрите Антонине Капустине. Другая точка притяжения паломников – Горненский монастырь. Здесь особо почитается казанская икона Божьей Матери, которая спасла сестер обители во время бушевавшей в Палестине эпидемии холеры. Главный храм обители именуется в ее честь. Но из мягкого средиземноморского климата мы с вами отправимся к более северным широтам. Уральский Афон – так называют этот монастырь. Паломников здесь ожидает разная погода, но неизменно одно – на Белой горе всегда дует ветер. Началась молитва здесь, на Белой горе, небольшой костяк братьев, первых миссионеров. Чудеса, которые множество сопровождались жизнью служения. И в конечном итоге здесь, в очень короткий промежуток времени, сложилась такая очень большая дружина, на базе которой создался монастырь. Более 400 монахов в постриге и более тысячи послушнические братья, основной состав которых большую часть составляли бывшие старые бряцы. Это стало местом душевного покоя, исцеления духовного, действительно, обители труда и молитвы. Монастырь и по сей день именуется миссионерским. Здесь по мере сил стараются радушно принимать всех паломников. Привыкнув к холодам, наша команда телевизионных паломников решила продолжить движение на север. Гандвик с полошитью, Белое море штормит. Примерно так говорят поморы. Практически к самым берегам этого самого Белого моря и приехала программа по святым местам. Мы в Архангельской митрополии, чтобы рассказать вам о святых угодниках Божьих, подвязавшихся в этих краях. Преподобный Антоний в миру Андрей, пострижение он принимал в монастыре Пахомия Кенского. Из всех братьев он сразу как-то выделялся, был рукоположен в иеромонахи. Ему доверяли, его любили. Но, видимо, по своему складу он тяготился такими отношениями. Желая уединенной жизни, святой Антоний с двумя учениками стал искать место для святой обители. Так был основан Сийский монастырь. Примерно в то же время и в этих же краях другой подвижник, святой Александр Ошивенский, пробирался через лес. Именно в чаще, так же, как и святой Антоний, он устроил пустынь. Здесь вместе со своим отцом они построили монастырь. Первые постройки, естественно, были деревянными, естественно, для этой местности. Но затем мы с вами видели, что возникли каменные сооружения, к сожалению, на сегодняшний день разрушенные. Но, тем не менее, это памятник не только архитектуры, не только зодчества. Это, прежде всего, памятник нашей культуры, нашей духовной культуры. Еще один северный монастырь посвящен святому Артемию Веркальскому, юному отроку, который неожиданно погиб в возрасте 12 лет, работая в поле. В это время набежали тучи, гром, молнии. В это время Господь его забрал, его душу. И тогда его по тогдашнему обычаю, такому полуязыческому, запретили родителям его хоронить в земле. Потому что якобы он умер такой вот смертью, которая считалась, что она попускается за какие-то там грехи большие, тяжкие. И посчитали, что он какой-то тайный грешник такой, не угоден Богу. И поэтому его запретили хоронить в землю, якобы земля от таких людей оскорняется, а потом не урожая. Тело мальчика осталось лежать в лесу. Но вот спустя 33 года клерик местного храма отправился по грибы, по ягоды и заобрел в то место, где оставили тело отрока. Оно все еще было нетленным. Все полностью, мощи сохранились, целиком реснички, как будто он только-только заснул, спит. А прошло 33 года. Морозы, ветра, дожди, зверя, ничто не коснулось его. После революции мощи отрока были утеряны, но монастырь продолжает жить и ждет к себе гостей. А нас ждут в самом южном городе Архангельской области. Еще издревле здесь, в Вельске, особо почитался праведный Кирилл Вельский. Он прославился тем, что был праведный, правильной жизни. И, в общем-то, никаких подвигов особых при жизни он не совершал. Но это нам знак к тому, чтобы мы жили просто, чисто и правильно. Раз это наш Вельский святой. Паисий Святогорец сказал, что быть святым несложно. Нужно быть просто честным и правильно, и по-доброму относиться к своим обязанностям там, где ты находишься. Тогда вокруг нас будут все святые. Святые врачи, святые учителя, святые водители, святые полицейские. Вот так. И еще чуть-чуть постараться для этого Бога. Вот такой был наш Кирилл Вельский. Недалеко от Вельска есть деревня Спасская. И вот там, в Преображенском храме, прибывает частица мощей другого особо почитаемого в этих краях святого – Прокопия Устьянского. В 17 веке, в середине 17 века, значит, нетленные мощи святого Прокопия были прибиты по волнами нашей реки в Ивовом гробике, в плетеном Ивовом гробике. И, значит, местные жители, значит, Верюшского, Веденского прихода обнаружили, значит, гробик с нетленным телом отрока, лет примерно 10-12. Вот. И, значит, явился он во сне одному из местных жителей и назывался, что я праведный Прокопий. Вот. И повелел икону написать и сказать священникам, чтобы, значит, они тоже, ну, его поставили в храме мощи. И, значит, потом началось паломничество. Паломничество не прекращается и сейчас, даже несмотря на то, что во всей полноотечественной мощи святого Прокопия были утрачены. Скажем и о самом главном небесном покровителе Архангельской митрополии – святом Михаиле Архангеле. Ведь начало столицы Поморья еще в 12 веке положил Михаило Архангельский монастырь. Ну а дальше наш путь лежал в Волгоградскую митрополию. И здесь путеводительницей была сама Пресвятая Богородица. Этот образ называется икона Казанская-Сталинградская. Она была написана тоже по благословению митрополита Германа нашего Волгоградского и Камышинского. Икона писалась с сестрами нашей обители. У нас в обители есть сестры-иконописцы. Вот. Они писали эту икону, но они согласовывали как раз-таки вот эти клеймы. Там клеймы касательно самой войны, вот Сталинградской битвы, там и обретения самой Казанской иконы. Народное предание гласит, что в Сталинград во время страшной битвы была доставлена Казанская икона Царицы Небесной. Перед ней был отслужен благодарственный молебен, ею благословляли солдат. То есть наши воины, они одержали победу. Ход войны решился, да, и вот как раз-таки здесь, в Сталинграде. Другая святыня митрополии – августовская икона Божьей Матери, явленная в годы Первой мировой войны. Почему августовская? Августовские леса. Это современная Польша. Там наши воины попали в окружение, стали молиться, и в небе явилась Пресвятая Богородица и указала путь, как выйти из этого окружения. Это иконе 100 лет, это подлинник, она находится у нас. Их икон, кстати, много августовских, а не только у нас. Были воины из этих мест. Это, ну, тут рядом Серафимовичский район, раньше Усть-Медведевский он там был. И вот оттуда уходили казаки, тоже на войну, да, это местные. Она, кстати, написана в таком стиле, знаете, не как у каждого икона, есть же канон такой, она как более в таком, в картинном, как бы, вот этом. Но это не умаляет, как бы, это. Главное, что это событие было. Было такое чудо, явление, и чудо, то, что наши воины, они спаслись. Вышли они из этого окружения, и, как бы, вот, явились домой невредимые, здоровые. Другая особо чтимая Богородичная икона находится в столице российской провинции, городе Урюпинске. Явилась эта икона просто простым другом женщинам, которые, ну, в жизни своей, получив очень много и всяких неприятностей, и всяких болезней, они удалились для такого подвига, иноческого подвига, потому что, иноческого, просто молитвенного, больше, как можно сказать, молитвенного подвига. До этого они, конечно, посещали много очень святых мест, молились у многих святынь, и видели, конечно, много таких старцев святых, и, естественно, и желали такой святой, боговодной жизни. И вот они эту жизнь нашли здесь, в своей станице, в станице Урюпинской, на горах берегу реки Хапра. А мы с берегов Хапра продолжим наше движение в теплые края. Нас ждет южная столица России, город Сочи. Первый в истории русский православный храм на территории Южного Кавказа – собор архистратига Божия Михаила. Он был построен в 19 веке. Мы находимся на историческом месте. Конечно, эта же аллея была обустроена еще тогда, когда обустраивался этот храм. А храм обустраивался в конце 19 века, и это было время, знаете, тоже процветания города. Вот при Черноморе становится российским в результате русско-турецкой войны. 1829 год, российский флот во главе Лазарева, Лазарев Михаил Петрович руководил, наш блестящий адмирал, разбивает турецкий флот. Подписывается мирный Адрианопольский договор, и теперь северо-восточное при Черноморье становится российским, и начинает обустраиваться. Михаил Николаевич Романов посетил это место, это был форпост. Здесь ранее стояла деревянная церковь, и по его поручению поручил построить здесь каменную церковь в честь архистратига Божия Михаила. И вот статский советник Верещагин с Мамонтовым, известным меценатом, они были инициаторы строительства уже такого красивого каменного храма. Вот было принято решение об устройстве. Конечно же, это было приурочено к окончанию Кавказской войны. И окончилась она здесь у нас тоже, известная Красная Поляна. Это был аул Кбаде. Горцы там у нас обитали, и не просто обитали, а очень хорошо и крепко обитали. И когда дело дошло до окончания войны, когда были стянуты все войска, князь Барятинский руководил этим всем, был подписан меморандум. И Кавказская война, самая длинная в истории нашего Отечества, была закончена. И вот в память об этом, чтобы это событие отметить каким-то чудесным образом, мы обустроили наш замечательный храм Архангела Михаила. В 2020 году мы продолжим наше путешествие по Сочинской епархии и по кафедральному городу, который растянулся вдоль побережья Черного моря на 145 километров. И впереди у нас, будем надеяться, еще много дорог, которые мы пройдем вместе со зрителями программы «По святым местам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова